Минотавра Почему его собираются нерфить? Нерфить его собираются по одной простой причине, потому что как вы видите на ПТХ он не похож абсолютно, он круче реально всех тяжелых танков на 10 уровне вместе взятых, потому что вот так вот стоя фиг ты его проковыряешь, но он реально просто непроходимое препятствие, которое невозможно ни со стороны обойти, потому что рубка у него зараза поворачивающаяся, да и плюс к тому, если вы смотрите на него в прямой проекции, выцелить здесь практически невозможно какую-либо серую зону. Что касается сравнения с другими машинами, то можете обратить внимание, что да, в отношении ДПМа, допустим, он лежит на уровне Плинтуса, я бы даже сказал ниже уровня Плинтуса по сравнению с любой ПТХ на 10 уровне. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно, этот ДПМ, наверное, один из самых реализуемых, потому что живучесть этой машины, она не идет ни в какое сравнение ни с кем, у кого ДПМ повыше и даже существенно повыше, даже на тысячу больше. Но не знаю, ребят, насколько это было справедливо изначально, но факт остается фактом. Машина обладает, во-первых, классной живучестью, которую мы уже обсудили, она обладает великолепным орудием с системой дозарядки, и если играть исключительно от последнего снаряда, то есть имея, грубо говоря, там 9 с копейками секунд перезарядки, то в целом у вас ДПМ будет далеко не 2400, а существенно выше. Плюс при этом всем вы в запасе всегда имеете один или два снаряда, которыми можете кого-то добрать, а добрать в принципе можете, потому что здесь 490 единиц урона за выстрел. Ну и во всем остальном машина, да, пускай не сильно крутая по подвижности, но я бы не сказал, что прям совсем задних пасет, возьмите того же самого Бадгера, ну хватает вам скорости, если Бадгером обладаете? Мне кажется, хватает. При этом всем Бадгер не имеет поворачивающейся рубки, а наш товарищ Минотавр этим успешно пользуется. Что касается результативности машины, то 54 неполных процента, это действительно очень круто, опять-таки сравнивая со многими другими машинами проходными на уровне, можете обратить внимание, что там существенно ниже показатели в отношении ее результативности в виде количества побед. Короче говоря, ребят, с одной стороны, Минотавра действительно необходимо нерфить, но что делать с теми игроками, которые ввалили в него огромное количество либо финансов, либо своего времени? И этих игроков мне искренне жаль, потому что именно за вот эти качества, качество непреодолимого препятствия, допустим, Минотавра все себе и хотели. И хотели до тех пор, пока не узнали о том, что данную машину собираются нерфить. Если мы посмотрим на ТТХ по орудию стоя в ангаре, то обратим внимание, что время сведения здесь паршивое, 4,2, это действительно очень скучное орудие в отношении времени сведения. Разброс, я бы сказал, что, ну, максимально, максимально приближен к идеально негативному, потому что, грубо говоря, 0,4. Это тоже не самое точное орудие, но в то же время, ребят, у вас есть время и на то, чтобы свестись, и на то, чтобы нормально выстрелить. Что касается всего остального, ребят, это все необходимо заценивать в бою. Но отдельно отмечу, что здесь минус 10 угол склонения орудия вниз. И с учетом того, насколько круто забронирована рубка, ну, вы можете реально стоять за любым каким-нибудь укрытием или горкой, и никто вас в жизни оттуда не достанет. Главное, чтобы сбоку не зашли, а для этого вам достаточно просто, чтобы рядом с вами находился хотя бы один союзник. Давайте зайдем в бой и попытаемся в бою еще дообсудить вопрос нерфа данной веточки. Ну что, друзья, погнали, хотя для Минотавра слово «погнали» это слишком громкое слово, но будем говорить откровенно. Когда ты заходишь в бой и против тебя появляется Минотавр, практически на каком бы танке ты ни играл, с каким бы пробитием у тебя не было орудия, и даже если с собой у тебя есть голда, это далеко не гарантия того, что Минотавра ты пробьешь. И это действительно очень сильно раздражает. С этой стороны я, безусловно, согласен с разработчиками в отношении того, что необходимо данную проблему решать. Ну, соответственно, нерфить его, вот, пожалуйста, даже в собственном прицеле Минотавр, ну, крайне круто забронированный, поэтому я пытаюсь сейчас найти какого-нибудь другого товарища, в которого отброшу. Вот сейчас пытаются со мной справиться фугасом, и, да, пускай не сильно успешно, типа просто краску поцарапали, но хоть что-то, потому что это лучше, чем вообще ничего. И именно за это Минотавра все и ненавидят, когда он есть в команде соперника. И именно за это Минотавра любят и почитают, когда он в команде у союзников. И уж тем более за это его любят, когда он у тебя в руках, а не у кого-то, кто с тобой в команде зашел. И с этой стороны, ребят, если посмотреть на вопрос, то, безусловно, безусловно, будет огромное количество игроков, которые против этого нерфа, которые не понимают, почему. Почему такая грубая несправедливость по отношению к ним, в отношении затраченных ресурсов, затраченного времени на прокачку данной ветки, чтобы потом у тебя отобрали, в принципе, то, ради чего ты страдал, потел, ну, или вкладывал реальные деньги. И с этими ребятами я, безусловно, соглашусь, это нечестно. И вообще, я думаю, что разработчики, в принципе, вводя танк в игру, имея возможность тестить данные танки, выдавая танки на тестирование, они изначально могут смотреть за тем, насколько сильно введение новой машины, ну, повлечет за собой существенный дисбаланс сил и возможностей в командах. Так вопрос возникает закономерный, а зачем тогда вводить машину, которая разорвет полностью рандом своей имбовостью? И где справедливости, где проходит грань, точнее, этой справедливости в отношении того, чтобы потом эту имбовость у машины отобрать и сделать ее заурядной обычной тачкой? Ну, нет, не спешите расстраиваться, разработчики сказали, что они не будут прям ложить ее на лопатки, они все-таки эту машину оставят с ее имбовой броней, просто броню немножко порежут и далеко все равно не каждая машина в игре сможет эту тачку пробивать с лба, даже используя голдовые снаряды, ну, а уж тем более используя обычные базовые. Короче говоря, не все так будет страшно, по крайней мере, как обещают разработчики, но, сами понимаете, далеко не факт. Мне лично очень обидно, что в игру вводятся машины, которые впоследствии нерфятся. Я считаю, что это крайне несправедливо. Особенно я считаю несправедливым нерфить машины премиумные, за которые мы платим либо реальные деньги, либо какую-нибудь кровную голду, которую получаем либо путем донатов, либо даже путем просмотра каких-то рекламных роликов и подобных вещей. Я считаю, что это несправедливо, потому что если я приобретаю какую-то вещь, которая имеет определенные характеристики, то, наверное, я хотел бы, чтобы эти характеристики у меня остались, и никто другой за меня не решал, какие характеристики будут у той вещи, которую я когда-то купил за свое. Но это мое скромное мнение, вы свое пишите обязательно в комментариях. Также хочется отметить, что нерф данной машины, безусловно, пойдет на пользу рандому, но в то же время крайне сильно опустит настроение владельца. Что касается возможностей машины, как вы видели, я выжил абсолютно спокойно, меня не пробивали, я смог сделать 2760 единиц урона, и давайте будем говорить откровенно, играя на том же самом Бадгере с его картонным вот этим квадратом в переднем бронелисте нижнем, ну, согласитесь, набросать этот урон на Бадгере, я бы сказал, немножко все-таки будет посложнее, там и угол склонения другой, и рубки нет, в общем, возможности у машины совсем другие. Это коллекционка, а это проходная тачка. И здесь действительно крайне сложный вопрос, стоит данную машину нерфить или нет. Мне почему-то хочется верить в то, что рано или поздно игра дойдет до того, что машины, вводимые в игру, они будут оставаться такими навсегда. И мне хочется, чтобы разработчики остановились все-таки на том, что если они вводят какой-то танк в игру, и потом этот танк существенно, существенно сменяет позиции в боях, и действительно крайне негативно влияет своими техническими характеристиками на справедливость боев, то тогда, наверное, необходимо давать другим танкам в игре возможность бороться с этой машиной. Я к чему говорю. Если вы играете, допустим, на Минотавре, и вы имеете преимущество в бою над другими соперниками, то я думаю, что в таком случае условный Объект 268 должен быть апнутым по своему орудию до потенциальных возможностей бороться против Минотавра. И тогда это будет честно. Не стоит опускать вниз того, кто вознесся. Мне кажется, все-таки необходимо возносить тех, кто немножко недопрыгивает. Это мое скромное субъективное мнение. Жду вашего в комментариях. Побежал снимать следующий видос. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.